Всем мурмё, кто смотрит меня в записи на ютубе или кто только что подошел на мой стрим на твиче, ютубе гудгеми, меня зовут Мира, мой ник мобуфилка и мы продолжаем проходить халат, халат, халат игру под названием халат, да. У нас сейчас вообще-то нужно нам определиться с нашим маршрутом, а вопрос, где мы находимся? Вот у меня такой очень важный вопрос, а где мы находимся с вами, ребят, и куда мы с вами должны направиться? А, вот мы можем здесь понять или не можем? Вот, смотрите-ка, вот мы находимся здесь, это точка 5234. 54, 61, 54, 61, что-то далековато, не пойдет. 30, 31, есть у нас какие-нибудь точки рядышком, а то мы сейчас отсюда тп-шнемся, окажется, что здесь рядом есть какая-то точка, мы ее пропустили, 47, 62, 47, 62, 62, 47. В принципе, смотрите, если мы по дорожке пойдем, по какой-то из этих дорожек, то мы выйдем как раз на 62, 47. То есть отсюда прямо мы должны пойти. И вот так вот выйдем на 62, 47. Значит, мы пойдем по дороге вниз и завернем налево. Вообще-то, это редко под снегом, есть шипованные ямы, они скрыты под снегом, но если будешь убегать, то можешь натупить, а еще ГГ по сугробу медленно бегает, помни об этом. Хорошо, я буду помнить. В общем, нам теперь нужно пойти на юг, да, на юг. Также у нас юг, север вверху, юг внизу, значит, на юг, и потом повернуть налево. Там должно быть загогулино. Значит, мы отсюда идем на юг. Да, на юг как раз дорожку ищем, и от этой дорожки идем налево. Блин, а где она дорожка, кто мне сейчас подскажет? Мы вроде туда заходили, кстати, но, по-моему, там было закрыто. Может быть, я там не смогу пройти? Я так предполагаю, что вот это она и есть дорога. Это же дорога, ребята, кто мне скажет? Тут очень сложно даже сами дороги находить. Может, это кусочек кружки? Да и что? Какой кусочек кружки? Что вы там видите? Сейчас скажу, что... Ну ладно. Я убрала, ребят. Черную штучку я убрала по запросу. Нет, теперь я удовольна, я надеюсь. По-моему, мы в эту сторону ходили и поняли, что в этой стороне нам не пройти. Как бы определить, где этот мост на карте? Вот вы видите, здесь какой-нибудь мост на карте? Я не вижу вообще. Миря такая довольна, типа я сделала. Я не особо довольна, у меня упала моя вещь нужная. Вообще нам нужно было идти тупо на юг. Тупо на юг, это значит в ту сторону. А потом повернуть налево. Короче, я пойду на юг. На юг по дорожке и, возможно, куда-то выйду. И помню, еще иногда в скалах, камнях и других поверхностях написано координаты. Да, координаты я уже видела, да. Но я встречала, по-моему, только один раз координаты у нас в скале. И все. После одного и того раза я больше никаких координат не встречала. Мы сейчас идем точно на юг, по дорожке по какой-то. Возможно, он нас увидит, куда нам надо. А может быть и нет. У меня как обычно. Хочу пойти в одну сторону, а в итоге иду совсем в другую сторону. Вот, сейчас мы повернем налево. Мне кажется, тут мы что-то найдем. Мы что-то нашли, ребятушки. Аномалии не существует. Когда почти 20 лет назад я написала страны аномалии, произошедшие в моем городе. Напоминаю, я сообщила о пространственных искажениях между зданиями. Все подумали, что я ненормальный. С тех пор люди по всему миру стали свидетелями тысячи странных, загадочных и необъяснимых событий и явлений. Многие из этих случаев были задокументированы и подкреплены вескими доказательствами. К сожалению, до сего дня ведущие ученые не хотят замечать или просто недооценивают проблему. Мы узнали мнение доктора Джарвиса Нордхарма из Американского университета технологии и биологических наук. Аномалии возникают почти во всех уголках мира. И это неоспоримый факт. Мы знаем по меньшей степени, по меньшей мере о нескольких дюжинах таких событий в России и США. Но также мы получили множество отчетов о странах с необъяснимых, а иногда и опасных феноменах. Власти должны перестать избегать этой проблемы, потому что каждый год мы реагируем, регистрируем увеличение количеств так называемых аномалий. Я не знаю, что приводит к их возникновению, но они часто имеют трагические последствия. Кроме того, тщетные попытки правительств некоторых стран скрыть эти события выглядят все более жалкими. В 1998 году Кремль официально отрицал, что в 50-х годах был основан специальный институт по исследованию природных явлений, который должен был решить проблему аномалий любыми способами. Что за аномалии? Не знаю, что за аномалии, но, кстати, мы получили записку. По-моему, мы вот здесь вот записку получили. Получается, мы каким-то чудом оказались... Не, ну правильно, я шла все время на юг, конечно. Так, ладно. Я не понимаю, ребят, почему у меня еще здесь не получается. Значит, сейчас нам нужно пойти на север, вверх на север, по дорожке, и потом пойти на восток. Так, вот мы сейчас идем чисто на север, выйдем на какую-то дорожку и пойдем на восток. Вальхар, привет! Ну вот, поворот налево и есть мост. А что он закрыт-то? Я не могу пройти по нему. Он же закрыт. Так, хорошо, мы сейчас пошли на север, наверх. Мы должны сделать, получается, кругаль? Сейчас я почему-то на запад иду. Я ничего не понимаю. А если я пойду на звук воя? Возможно, я выйду куда-нибудь. Пам-парам-парам-парам-парам-парам-пам-парам. Я иду не знаю куда-нибудь. Пам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Но я иду на север. И, по идее, мы должны вернуться на то же самое место, получается. Ло-ли-ки-к. Привет тебе. А у меня мучения продолжаются. Иду, не знаю, как... Я просто иду на север. Я не знаю, почему я еду на север, но я иду на север. Теперь. Главное выбрать направление. Итак, вот. Мы вышли на какую-то дорогу. В общем, я, получается, от этой записки все время шла на север. Но, по идее, я должна вернуться на то же самое место. Да, прыгать и ГГ не может, ребята. Он это не умеет. Мир, как шакалы из Мамгли, мы пойдем на север. О, по-моему, мы вернулись. Вот там, скорее всего, наша пещера. Походу, да. Да, мы вернулись. Мы сделали кругами, в общем-то. В общем, как я поняла, пройти мы не можем через этот мост. Потому что... А как вот здесь? Вот здесь загогулина есть. Почему... Эта загогулина я не вижу. Если вы говорите, что вот это мост, почему загогулины такой нету? Как бы проходка... Ну да, получается, что это мост. Но мост можно как-то обойти, судя по карте. Но только по карте... Может быть, как-то внизу его можно обойти? Или вверху? Ну, вверх я никак не могу забраться. У меня с топографией все очень плохо, ребят. Я это предупреждала сразу же. Видите, я уже мучаюсь. Я не знаю, что делать. Кто знает, как мне этот мост обойти? Если он там закрыт, ну, по... По карте видно, что там есть проход. Но этого прохода нету. Я не понимаю, где этот проход может быть. Если я вниз прыгну. Мера прыгать не в выход. Так, а вдруг мы как бы... Как-нибудь обойдем это место. Меня этот мост смущает очень сильно. По карте написано, что можно пройти, а на деле пройти нельзя. И вот это очень... Такой момент волнительный. Ладно, мы хотя бы записку нашли. Это уже плюс. Мы не зря ходили. Не, ну у меня есть подозрение, что мы можем спуститься и как-то по низу пройти. Это единственное, что я так... Какой вариант я могу придумать? И там, по-моему, записка. Шуршит, мне так кажется. В принципе, можно если осторожно... Ходить по координатам и пугаться. Да, это задача этой игры. Ходить по координатам и пугаться. А еще и страдать. Как я, например. Не, ну давайте попробуем прыгнуть. Чего мы теряем-то? В принципе, я думаю, что мы появимся же на том месте. Кто ты? Не говори ничего. Пусти меня, я его знаю сам. А что он заговорил неожиданно? Я типа иду в правильную... Правильную... Он вообще, ну даже здесь не может подняться. Он мало того, что прыгать не может, он вообще не может никак подняться. Я не знаю, как... Получается, мы вроде как правильно пошли, только все-таки неправильно как-то. Вот есть какой-то путь. Давайте по нему пройдем. Звуки пошли. Ай, застряла. Я так считаю, что это был правильный вариант. Кстати, фонарик же у нас есть. Вот прямо там записка какая-то шуршит. Вот прямо наверху. Как наверх забраться, я не знаю сейчас. Миро оказалась непонятно где. И теперь неизвестно, как отсюда вообще выбраться. За мной бегают девки, я им нравлюсь. А это прямо особенно, она так нравится мне. Блин, ну когда она говорит об отношениях, я парой такие глупости творю. Я порой задумываюсь бросить такую любовь, но ничего не выходит. Классика жанра, черт возьми. Классика жанра. Видимо, это с дерева тут не зря. Опять началось веселье тут. Вот что же он прыгать не может? Вообще никак он не может прыгать. Он может приседать за то. А смысл тогда в этом дереве, если прыгать? Я не знаю, я может быть какая-то слепая и не вижу какой-то проход. Возможно. В чем суть игры? Ходить по координатам, пугаться. Вот это суть игры. Что-то я вообще никаких вариантов, ребят, не вижу. По-моему, мы загнали себя в ловушку. Хотя при этом звуки-то идут, значит, звуки-то мы оказались в правильном месте. Обычно, когда мужик говорит, либо какие-то звуки такие странные сдаются, значит, мы оказались в правильном месте. Но только я почему-то не вижу выхода из этого правильного места. Подождите-ка, я что-то нашла. Ребята, я нашла проходку. Вот в чем проблема этой игры в том, что во многие места главный герой забраться не может. И ты уже не понимаешь, в какие места он заберется, а в какие нет. Бывает, что какие-то просто минимальные сугробики его уводят в ступор, и он на них не забирается. А бывает, что он забирается на какие-то прям вот отвесные скалы чуть ли. И это всегда очень странно, ребят. И это создает путаницу. Ой, ай, отдай мне! Мы сидим в комнате 23, хотя слово «сидим» не очень подходит. Мы бегаем по комнате, пытаясь закончить сбор всего, что нам пригодится. Консервов, инструментов, в общем, всего, что можно взять. Хотим быть уверены, что взяли все, что нам может понадобиться. Опаздываем. Черт, куда я положила свой ремень? Мы точно что-то забыли. Почти готовы. Потеряли нож. Пересчитываем деньги. Уходим, оставив комнату в полнейшем беспорядке. Итак, мы на вокзале. Поем все песни, которые знаем, и еще новые сочиняем. Все так взволнованы. Наконец, около трех ночи мы легли спать. Интересно, что нас ждет, когда мы туда доберемся? Что мы увидим? Как далеко дойдем? Я слышу мирное дыхание остальных ребят. На улице идет снег. Ну, в общем, мы пробрались. Каким-то непонятным чудом мы пробрались, ребят. Суть разгадать тайну перевала и узнать все секреты СССР. Ну да, мы же тайну этого перевала Дятлова узнаем. Нам потихоньку так рассказывают историю. Мы еще каких-то демонов встречаем. Тут нам рассказывают про какие-то непонятные аномалии. Существование которых скрывается правительством всех стран. И в общем... О, мы идем к Луне, класс. Подождите-ка. Мы прошли... Получается, мы... Вот, это записка. Теперь нам куда идти нужно. Я так понимаю, что нам туда, скорее всего, нужно идти. А что это такое, мне интересно узнать? Это похоже на заброшенную станцию как раз. Где вот... Мне так кажется, занимались изучением этих аномалий, которых якобы не существует. Где-то есть... Во, точка, координаты, класс. Где-то прям рядом есть записка. Прям совсем рядом. Ну вот смотрите, вот почему он даже это не может переступить? Я не понимаю, что с главным героем. Так, на всякий случай лучше присесть. Потому что тут бродят всякие твари немыслимо. А как же собраться туда, наверх, а? Что ж такое-то? Пусти меня, слышь. Тайный бункер злых русских. Причем еще непроходимый тайный бункер злых русских. Хорошо, это единственная проходка внутрь. Теперь нужно как-то все это обойти аккуратно, чтобы все-таки выйти отсюда. Вот там есть какой-то внутренний прям свет исходит. Ага, я поняла, по-моему, в чем здесь замес. Не зря здесь эта конструкция. Не зря, не зря. Записунчик. Показания доктора Григория Анатановича по аномалии OH-91. Мы никогда такого не видели раньше. Активность зашкаливала. Уровень энергии был просто невероятный. Я помню доктора Пэтника. Он сказал, что услышал пение. Он видел ангелов, появляющихся из света. Нам было очевидно, что оставаться возле аномалии слишком долго опасно. Но нам нужно было ее изучить, и мы решили использовать заключенных. Поэтому мы создали секцию 22. Как обычно. Заключенных везде непонятно используют для всяких экспериментов странных. А вот она, бункер. Я думала, дверь закрылась. В духе всяких хорроров. А здесь ничего так уютненького. По крайней мере, мне так холодно. Открыть дверь! А что такое, как это случилось вообще? Я что-то не поняла прикола. Там же все закрыто. А как мне от него спасаться? Раньше я думала, что вы плохи-плые боги. А теперь я знаю, что батлнет сам у боги. Да не знаю. У меня с батлнет вообще никаких проблем. Уже весело. Я что-то не поняла. Там же не было никаких проходок-то. Ладно, я пойду еще раз туда внутрь. Я же как бы упертая. Я просто не понимаю, куда дальше-то идти. Там же не было никаких щелей, проходов. Холат игра называется. Холат. Надо очень внимательно осматриваться. Я думала, что я успею назад убежать, а он прямо из этой двери вылез. А как от него тогда избегать-то? Я что-то вообще не понимаю. Узкая кишка коридора. Спрятаться негде. А что делать тогда? Ребята, подсказываем, что делать в этой ситуации. Профессиональный вопрос. Во что инопланетную картоху садить? Марс. Там под Марсом очень прям подходящие источники есть для посадки. Да там как-то можно пройти. Ой, спасибо. Как хорошо ты объяснила. Дверь в конце. Дверь не открывается. Я дверь пыталась открыть, она не открывается ни разу. У меня дверь вообще не открывалась. На какую кнопку? На F и на E я жала. На F у нас фонарь. На E я жала. Вот, дверь. Откройся. О, открылась теперь. Мы тут себя заперли вообще-то. Наконец-то мы добрались до перевала. Слава богу, у нас получилось. В дороге я чувствовал, что кто-то за нами следит. Я слышал странный шепот. Время от времени даже замечал краем глаза тень в гуще деревьев. Были моменты, когда я чувствовал чье-то дыхание у меня за спиной. Но когда я поворачивался, слыша хруст снега под ботинками, за мной не было никого. Такое впечатление, что все это место – какой-то ужасный алтарь безумия. И все вокруг – какое-то неправильное. Или это какой-то кошмар. А потом мы нашли тела. Что-то подсказывало мне, что лучше не искать. Но что-то здесь было не так. Или, может, просто какой-то голос в моей голове повторял. «Давай, спустись туда». Я четверо слышу его даже сейчас. И я спустился вниз и нашел остальных четырех. Они выглядели так. Не могу я представить, что с ними случилось. Я не могу описать это в подробностях. Разморженные черепа, перекрюченные конечности, торчащие ребра, разорванная, порезанная, сгоревшая кожа. Никогда не видел ничего подобного. Отвратительное порождение безумия. Или какого-то извращенного эксперимента. Будто что-то играло с ними и бросило сломанные игрушки в лесу. Я почувствовал, что мою душу медленно, но верно захватывает безумие. Это все страх. Чего? Чего еще за звуки, блин, такие стрёмные? Жесть какая. Такой протяжный скрип двери. Это всегда пугающе, ребят. Мира, ты слушаешь диджейн Дэтм... Мау... Пять? Нет, не слушаю. Я не знаю, что это такое вообще. В марте 2016 группа блогеров-туристов ездила на перевал Дятлова. И че? Как съездили? Всем все понравилось? Действительно все там так, как тут описано или нет? Слушайте, а у этой двери была ручка. Ручка была. Вот здесь, я помню, точно была ручка. Или она тут и есть? А, она тут и есть. Очень открывается. Паша, привет. Время не лечит. Этому я недавно научился. Эту истину мне вдолбили болью, злостью и ложью. Они были моими учителями. Я вспомнил. Это почти коснулось сутью моего понимания, стало откровением. Когда меня с переломными костями тащили по коридору. Когда они меня вскрыли, чтобы изучить смещение органов. Когда они внедрили худшие кошмары мне в голову. Когда они зашивали меня, собирали заново, оживляли раз за разом, чтобы проверить пределы выносливости. И когда, наконец, после всех этих лет сказали, что моя жена мертва. Время не лечит. Печально. Видите, как издевались-то на мужичком. Проверить дверь, откуда эта хрень вылезла. Я уже проверила. Дверь не открывается, к сожалению. Посмотри портреты в стене. Я вроде смотрела портрет как портрет. Я, правда, его особо не разглядываю. В том что-то светится, ребят. Мост. Смотрите-ка, мы сейчас быстро вернемся назад. Он тут неспроста. Ой, нет. Ты как будто ты... Он просто сам скатился. Я думала, что он как бы прыгнет на выступ. А он с этого выступа скатился почему-то. Я им не управляла. Он сам это сделал. Вот портрет. Кто хотел близко рассмотреть портрет? Посмотри на кончик той ели. Иллюминати. Сейчас мы вернемся туда, я посмотрю. Привет, атмосферный хоррор. Давненько пытался в него играть. Да, атмосферный довольно-таки. Но, конечно, механика тут очень страдает. Тут очень много нелогичных вещей в плане того, что куда-то может в герой забраться, куда-то не может, откуда-то как-то непонятным образом сползает. Мира 14 дам, еще карточки в стиле. Окей. Тамплиер, привет. Сейчас попробуем еще скатиться с этой горы, только уже более удачно. Я надеюсь, что у меня это получится. Потому что обратно тащиться мне не хочется. Проще же здесь спрыгнуть. Якубович на портрете. Думаете? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А что он тут... А что он тут-то сдох-то? Ребята, я что-то не понимаю. Он же легко здесь спустился, нормально все было. Ничего я не понимаю. Скайрим не прокатывает. Походу, да. Вжог и он сдох. Но это было очень странно, ребята. Я чуть не понимаю прикола. Известно, что сюда не надо. Но я хотела по короткому пути вернуться. Чтоб не тащиться в длинный путь. Приехали студентики самоубиваться. Сейчас найдем какой-то другой путь. Ну вот же он выход. Вот же он, совсем рядом. Он подсказнулся неудачно. Да не было там никакого подскальзывания. Все это вранье. Нормально мужик спустился. А потом почему-то сдох. Хорошо, может быть, здесь какой-то есть проход тайный. Ну ладно. Можно было так не трудиться. Тут все рядом оказывается. Ну мир же не ищет легких путей. Мира хочет проскользнуть нестандартно. Ладно, как мы отсюда будем выбираться? Как я сюда попала? Я, по-моему, спрыгнула откуда-то, да? Я вот здесь вот тут спрыгнула вроде. Да, вот тут поднялась. А обратно я не могу. Вот, я отсюда спрыгнула. А обратно-то я не могу пролезть. Упади в эту дырку, а? В какую бы дырку упади, пожалуйста. Ну что за фигня? Проверь карту. Ну что карту-то? Я знаю, где она. Я нахожусь где-то вот здесь на мосту. Но только я не могу здесь пройти к своему... Ладно, я могу пойти в обратную сторону. Наверное. Не к мосту, может быть. Ждешь Игру Престолов в седьмой сезон? Конечно, жду. Я же фанатка Игры Престолов. Как я могу ее не ждать? Жду очень активно. Вот здесь есть дорога. По ней и пойдем. Я так понимаю, что она... Вот это, скорее всего, дорога. То есть мы так... Нет, мы отсюда пошли... Вот мы сюда куда-то выйдем. Как долго еще стрим будет длиться? Не знаю. Стрим только начался. Как бы. А ты уже спрашиваешь, как долго он будет длиться. Мы только начали. Вот это вот Иллюминати. Смотрите. Ромбиком с три. А это в середине этого треугольника. Три дерева треугольником растут. И в середине глаз Иллюминатов. Точно так, как треугольник и глазок в середине. Вот это дерево творит глаз. Вот это вот знак Иллюминатов. Вера смотрела АИУ. А что такое АИУ? Я не знаю. Без милашки Маргаре пусть весь вистору ускорит в окне. Не знаю. Я как бы не особо печалюсь насчет Маргаре. Так, у нас есть два пути. Ой, надо определиться, куда мы с вами должны пойти. Так, мы находимся... Мы находимся... Как-то мы, по-моему, здесь вот пошли... И дошли до разветвления. Скорее всего, вот это разветвление. Наверное. А может быть и нет. Какие у нас точки остались? 54, 61. Ну-ка. 54. 61. О, далековато. Что-нибудь поближе. Не, у нас все далеко. Нам, в общем, нужно выйти, скорее всего, к лагерю, к нашему основному. И пойти вот в эту сторону, получается. То есть нам сейчас нужно тупо двигаться... Сейчас я определюсь с координатами, как и нет. Ну, получается, да, тупо. Ну-ка, 43. Не, 43, это... Не успею, это вообще далеко. Значит, ближайшие координаты для нас это... 54, 61. 54... 61. 61. Вот нам сюда нужно двигаться. То есть нам, получается, нужно двигаться на восток. Вот туда нам нужно двигаться. Все. Путь определен. А он здесь вообще пролезет? Нет, он здесь не пролезет. Значит, поеду на север. Почему я иду на север? Тогда уж лучше на юг идти, наверное. Это, получается, запад. Это запад вообще в другую сторону. Блин. Ничего не понимаю. Ладно, пойдем в пещеру. В пещерах всегда должно быть весело. Я так думаю. Я так думаю. атмосфер ненько атмосфер ненько не раздела треугольнику класса что по чем тебе не жалко милашку маргаре мир это это я не на смысле знаете не настолько жалко то есть да конечно она клёвая в общем-то мне она тоже нравилась всегда но я не могу сказать что мне прям вот вообще слишком жар жалко вот кого мне будет очень жалко это дайны рис вот если с данерой что-то случится я прям очень дико расстроюсь вот там есть записка вижу ну как обычно здесь он не проходит значит обойдем с другой стороны но согласна что да маргаре конечно большая милашка ну что поделать тамплиер насчет голосования нет пока никакого голосования просто нет и все не до того мы сейчас черт возьми здесь никак не пройти а как же тогда мне добраться до той записки как-то сверху к ней пробраться она здесь мы обратно получите в пещеры зайдем пещеры получается а где пещеры вот этот есть какие-то пещеры на это что они неужели мы как-то шли вообще в другую сторону финал уже был на стриме выложу скоро на youtube финал запись финала ходячих ну слушайте ребята у вас какие идеи я не понимаю как нам пробраться к той записке вообще мне никаких идей нет там он не пролезает как обычно очень неловично здесь насчет от пролазывания конечно ну как то же можно к ней залезть не бывает так что никак нельзя ну почему он не может использовать свои руки хоть как-то ларин или хованский не ларин и не хованский я их шиперю ребят лучше ларин с хованским или хованский с ларином любовь у них навеки короче думаю с этой стороны попробуем как-то обойти вот там тоже есть какая-то записка блин сейчас две записки просрём если не найдем проходку наверх попробуй залезть повыше и слезть прямо в точку не получается залезть повыше понимаете ребят он не залезает на камни вообще никак хоть ты убейся но он на камни не залезает может быть тут как это проходка наверх будет то есть наш герой вообще полностью так ощущение лишён рук и с ногами у него что-то не то 7 утра мы доехали встретили группу манси у них странное орудие наверное для охоты еще мы столкнулись с местным гостеприимством когда нам не разрешили зайти в здание вокзала потому что мы пели слишком громко но мы получили очень теплый прием от местной школы у нас было немного времени поэтому мы встретились с учениками рассказали им о нашей экспедиции на следующей станции какой-то пьяница заявил что мы украли его бумажник вмешалась полиция но к счастью после наших объяснений ситуацию замяли провели всю ночь в поезде говорили о любви религии политики устав мы легли спать но купе был открытый поэтому решили установить дежурство меня перед рука каждые пару часов иногда я начинаю сомневаться готовы ли мы к такой экспедиции меня тревожат неприятные мысли может мы переоценили свои возможности нам говорили что мы справимся но я боюсь у меня плохое предчувствие словно тень страха дышит мне в затылок не могу это объяснить пора спать я не могу объяснить это это время для укрепления Безруков кстати да возможно у него именно такая фамилия Безруков тут вот нужно всегда ходить четко по вроде как открытый мир но при этом всегда нужно ходить по четко заданным траекториям которые разработчики предоставили главному герою шаг вправо шаг влево расстрел он просто никуда не пройдет ну в общем то мы нашли вторую, две за... ой а он прыгать то не умеет это че прикол такой и вот и че нам тут делать вопрос не ну я сейчас конечно пойду туда вперед в надежде что он все таки как нибудь прыгнет но я че то сомневаюсь хотя возможно нам нужно вот... нет там вряд ли он как то поднимется ладно бонзай уи я уже почти нашла лети как орел я полетела хорошо так полетела как орел какая полиция там ясно написано милиция у нас сейчас уже полиция а не милиция мера представь себе недовольно недавно сидел в переписке и смотрел парни из северной мать его кореи которая к ндр и чего и что дальше какой ты красивый мир а ты мне плавишь мозг возьми меня замуж что я ну если ты прекрасная рыжеволосая со вторым размером девушка которая умеет готовить убирать и и хороша в постели то так и быть я тебя возможно возьму замуж сейчас мы попробуем с другой стороны как то обойти сходить в обход за запиской я вот этим сейчас пытаюсь заняться ой че за подвесом был такой жесткий видите в обход тут все закрыто и как тут в обход пойти никак все закрыто ребят смотрите тут он тоже не пролезает мера не видись это трейсер трейсера такая трейсер я конечно могу пытаться все таки найти где-то наверх но я что-то сомневаюсь что это именно тут возможно все таки нужно было там как-то прыгать я не знаю как тут видите все перекрыто здесь никак не пройти наверх мера а ты ориентирована девушек любишь только девушек не только девушек а я всех люблю я любвеобильный человек не ну тут мы просто идем назад по моему да кстати те камни это же начальная точка по моему самая-самая первая которая в середине мера твоя теория почему игра называется хуалат может быть местность называется хуалат какая-нибудь точка называется хуалат ну слушайте ребят кто мне подскажет как нам как нам эту записку схватить координаты клево кирка и лопата проложит тебе путь нет у него ни кирки ни лопаты ни веревки ничего нету вышел мужик блин бегать по горам холодным заснеженным ничего с собой не взял там кстати череп кто-то заметил черепа впереди черепушечка и вот череп и вот череп тут очень много черепов у поляков спроси почему халат ну да возможно это какое-нибудь просто слово нерусское что-то означающее ну вот ценная записка ну как ее достать там смотрите там всюду гору он там вообще сверху никак не проберется вьет я хочу это записку а что делать ребят Почему же он не прыгает Хотя бы минимально Тварь Ты сказал, что возьмешь замуж в том случае, если я девушку Но вообще-то девушек замуж берут А парни женятся Я тебе открою такую великую тайну Ты попросил взять тебя замуж Замуж кого берут девушек Я уже прыгала Он просто тупо умирает Кстати, он прыгать не умеет Прыгай Он просто вперед идет Вот я жму пробел Он не прыгает Главный герой не умеет прыгать Как я буду прыгать, если он не умеет? Он просто может пойти вперед И сдохнуть Благополучно Умные такие все прыгай Если бы я умела прыгать, я бы давно уже прыгнула Куда я мне записку? Вот он прыгает, как ребята Скажи мне стереотипом вдруг прыжок Я уже попробовала все кнопки Я же что думаю, что только одну кнопку попробовала? Я все кнопки попробовала Не работает вообще никакая кнопка на прыжок Хорошо, настройки Идти вперед, идти назад, идти боком влево, идти боком вправо Использовать присесть, бег, увеличение, карта, компас, фонарик, журнал Где прыжок, ребятушки? Где прыжок? Может быть с разбега попробовать? Может быть он забежит с разбега, конечно это очень странно, но вдруг сработает Давайте попробуем с разбега Это очень все странно Но я попробую сейчас с разбега туда добежать Сейчас мы так разбежимся И возможно с разбега он все-таки принят Да, это надо было делать с разбега Господи, логика Логика этой игры, она мне ломает все То есть с разбега он тут спокойно прошел Это Индия, Мира, привыкай Выписка из записи дневника доктора Ивана Вански Ты знаешь чего мы хотели? Мы играли в богов, телекинез, телепатия, групповой гипноз, изменение психического, физического состояния, создание расщепленного пространства Пациенты не могли выдержать и долю излучения Те, кто каким-то образом смог выжить, вели себя словно одержимые Они общались с нами разными голосами на языках, которые мы не могли распознать И все они впоследствии умерли Один за другим Одни превратились в камень, другие в пепел Я особенно хорошо помню одного из них Он поднялся над землей с выкрученными конечностями И так и застыл в воздухе С тех пор прошло много времени, но это все еще меня преследует Я помню, я вижу это каждую ночь Выжил ли кто-нибудь? Мне потом сказали, что не выжил никто Но я думаю, что возможно один из пациентов все-таки мог выжить Имеешь ли ты хоть малейшее представление, что мы наделали, дорогой мой Антон? Мне кажется, над моим героем тоже ставили какие-то опыты Поэтому он тоже Может с разбегом вытворить странные вещи Ну как в жизни? Ну да, вообще как в жизни, ребят Не отличишь А обратно он прыгнет? Давайте обратно попробуем С разбега Обратно что-то не получается А если я попробую еще раз? Побольше разогнаться Наверное слишком высоко Да То есть там он уже не смог А сейчас слишком высоко он не может Блин, мне сейчас такой обход делается, а жесткий Я просто хотела сократить дорогу, как обычно А тут сейчас просто опять этот круголь совершать Жесткий Как обычно, в этой игре сокращать путь нельзя Откуда ты столько много знаешь Кто кого берет замуж Лучше меньше знать Лучше спать А так бессонница мучиться Но вот, кстати, ты не прав Я как бы если и буду Брать кого-то замуж Или жениться на ком Только на очень умном человеке Для меня интеллектуальное развитие Личности Самое главное В первую очередь я на это смотрю Так что как бы Я хочу, чтобы меня Человек, который будет рядом со мной Находиться всю мою жизнь Чтобы он меня вел вперед И духовно, интеллектуально развивал А не так, чтобы он меня тянул назад В деградацию И декаданс Так что Если ты против Знаний Тогда точно я тебя замуж не возьму Уж извини, чувак Мне глупыши не нужны Мне нужны только умные люди Графон тут приятный Согласна Тут все довольно симпатично Конечно Все такое зимнее Прям в тему В общем, сейчас мы перейдем Скорее всего там к середине Там эти столбы каменные Мера, какого цвета у тебя пробел? Если он белый То понятно, почему он не работает Купи черную клавиатуру У меня черная клавиатура Я вообще не знаю, что такое белая клавиатура Я ни разу не встречала Честно говоря Вот я помню эти камни Если я не ошибаюсь То это именно то самое место Да-да, вот она серединка Я сейчас курсовой пишу Бери меня на курсовой Это как бы не показатель ума Скажу я тебе так Потому что дипломы получают многие А вот чтобы действительно стремиться к знаниям Это не у многих такое Вот мы сейчас, получается, оказались вот здесь Скорее всего И мы можем прийти на точку 54-61 То есть если мы сейчас все дружно пойдем на юг Ровно на юг То мы придем к точке, которая нам нужна Скорее всего Белые клавиатуры не делают Потому что они не работают Потому что они не короткие Нужно покупать рабочую длинную клавиатуру А белые клавиатуры, кстати, по-моему, у Apple же есть Компьютер Mac У них же вроде белые клавиатуры нет Я вроде ничего не путаю А может и путаю, не знаю Что-то подвисания пошли Прогрузки локаций Самая достаточная клава нужна Ой, профессионалы пашли клавиатуры Тут решают, какие нужны У меня клавиатура Razer Black Widow Ultimate Stealth 2013 Механик Я считаю, что механика Самая лучшая клавиатура Ой Что за завесон такой жесткий в игре Наверное, сейчас что-то жесткое прогрузится Сейчас какой-нибудь зверь на нас нападет Все-таки Который тут воет Вся писунчик Скорее всего, опять наверху А нет Внимание! Психопат на свободе Опасный преступник сбежал Из московской психиатрической клинической больницы Нам сообщили, что мужчина Полностью психически неадекватный И бредит И почему эту записку Повесили именно сюда На холоде, где снег Она же вся уже должна была Просто размазаться От снега От холода До всего Чернила все должны были расплыться Очень странно Подозрительно, что здесь такие записки висят Конечно А, кстати, можем посмотреть координату Где мы находимся Сейчас Вот мы записку получили Нам нужно Мы почти рядом Нам нужно 54, 61 54, 61 Вот, мы почти рядом Нам просто нужно дальше пойти И мы здесь найдем Нужную нам точку Скорее всего Нам по мосту нужно пойти Или нет? Похоже, что нет Ребята Дженниус Клавиатура Почти новая Всего 7 лет Том девайс Это У нас тут Это запрещенные Несанкционированные Продажи Слышь Еще раз Такое сообщение будет Мы тебя забаним Навсегда Все объявления Нужно обговаривать Со стримером Это как бы Ну Культура Такая Стримерская Слушайте, а куда мы пришли? Так Надо понять Еще раз Надо вернуться Значит Надо понять Где записка Записка была на Северо-западе А мы шли Получается На юг На юг От записки Нам вообще Нужно сюда Мост Вот он Мост Так Вот он Мост Получается Да? Где он Мост? Только то, что Тут был Где-то Вот он Мост Я так предполагаю Что это он Мост Мы по нему Пройти не смогли Значит Нам нужно В обход По кругу Аля Такому Вдарить Получается мы правильно Идем? Только По карте Написано Что здесь Есть Как бы Дорожка А здесь Дорожки нет Здесь просто Тупо вниз Падаем Ну ладно Упаду я Тупо вниз Посмотрим Что получится Давайте смотреть Где это Вот он В принципе Мы правильно Идем Да То есть Нам теперь Нужно Пойти На Север На север Если мы пойдем То мы должны В принципе Выйти К нужной нам Точке Я еще вернусь Пойду поужину Приятного аппетита Тебе Во Я понимаю Куда нам нужно Я поняла Куда нам нужно Та-ра-ра Ой Что происходит С небом Ребят Так Так и задумано Или это у меня Какие-то глюки Пошли Еще и песня Такая Пошла Вау 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 Вот это да Нет Слушайте Меня это небо Немножко Как-то Знаете Так Напрягает Все Оно успокоилось С небом Все хорошо Кто поет Это столбы Что Поющие столбы Ребята До чего техника Дошла Будущее Поющие столбы А что такое Солнце Солнце только Начинает Садиться Я вижу это Отчетливо Как наяву Словно Я сам Стою Посреди леса Я не понимаю Что происходит С реальностью Я пишу Свою кровью На дереве Своё имя Антон Нет Не моё Его Солнце Только Начинает Садиться Оранжевый Туман Меня окружает Оранжевый Туман Я вижу Как их тела Выходят Из-за Деревьев Я слышу Крик Ледяная Кровь Крик Ужаса Это мой Голос Наверное Да Где Антон Откуда Он пришел Как Он попал Внутрь Солнце Только Начинает Садиться Он Во мне Он В моей Голове Он Просачивается Через Мои Глаза Глаза Зеркало Души У него Нет Души Где Антон Я Попадаю В бездонную Бездну Падаю В горное Ущелье Мертвые Гниющие Руки Ловят Меня В падении Я чувствую Как они Шепчут Мне В ухо Теперь Ты Наш Ты Останешься С нами Навсегда Я их Зову Я зову Антона Где Антон Я не знаю Я ничего не вижу Мои глаза Залиты Кровью Мне нужно Спасаться Мне нужно Бежать Мне нужно Бежать Солнце Только Начинает Сутиться Где Антон Ребята Где Антон Кто Мне скажет Где Антон Что Происходит Столбы Поющие Скажите Где Антон Это Очень важно А вот Можно Здесь Пройти Да Весело Однако Мира В поисках Антона Я не знаю Почему Меня только Это имя Смешит Именно Вот это Словосочетание Где Антон Антошка Ушел Копать Картошку Антошка Антошка Пойдем Копать Картошку Антошка Антошка Пойдем Копать Картошку Тили Тили Трали Вали Это Мы Не Проходили Это Нам Не Задавали Парам Пам Пам Парам Пам Пам Я Антона. Мы нашли Антона. Игра закончилась, ребят. Итак, на это, я думаю, мы можем остановиться сегодня. Мы нашли две или три точки и кучу записок. Нам осталось всего лишь две точки найти. Три точки. Три последние точки. Игра у нас завершится. Три последние точки. Вроде вот мы до леса так все не дошли. Мы все шли в этот лес, не лес, не знаю, что это. Но вот мы сюда шли и шли, так и не дошли в итоге. По-моему, две точки находятся как раз тут. 43, да-да-да. В принципе, можно тыпешнуться вот сюда. Вот. И отсюда сразу пойти к треугольничкам. Но это уже в следующей серии. На сегодня, я думаю, нам халатика хватило. И Антона тоже. Ой, почему-то не горит огонь. Смотрите-ка, ребята. Огонь не горит. Раньше горел, теперь не горит.